Министерство образования и науки Российской Федерации выделило для Казанского Федерального Университета бюджетные места на обучение в новой магистратуре по направлению педагогическое образование, которое реализуется совместно с Техническим Университетом Дрездена. Магистратура позволит проводить педагогические эксперименты совместно с германскими коллегами. Уже с 1 сентября молодые специалисты пройдут обучение в инновационной образовательной среде с учетом передовых технологий. Программа, которую мы начинаем с сентября, с 1 сентября текущего года, действительно по-своему уникальна, поскольку представляю собой первую подобную роду программу в исследовании сферы образования. У нас уже есть 16 магистрских программ, это 17 магистровская программа. Если предыдущие 16, они в большей степени связаны с предметным образованием, подготовкой педагогических кадров, безусловно, в них делаем акцент на исследовательских компетенциях, то вот эта программа, о которой мы с вами говорим, она ориентирована на подготовку исследователей сферы образования, причем не просто изучающих российскую влияние, а способных к компаративным сравнительным исследованиям. Магистрская программа направлена на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных преподавателей немецкого языка, педагогов-исследователей, способных к осуществлению педагогической и научной деятельности с учетом лучших наработок российских и германских педагогов. Одним из требований для студентов, обучающихся по программе, является знание немецкого языка, потому что часть курсов, вероятно, будет осуществляться на территории Дрезденского университета. Ну, в целом, некоторые предметы, модули будут читаться на немецком языке, потому что приглашенными из Дрездена профессорами. Налаженная линия академической мобильности Института психологии и образования КФУ и Технического университета Дрездена позволит отправлять магистрантов на стажировку в Германию с выделением стипендии. Закончив данную программу, выпускники магистратуры смогут трудоустроиться учителями в гимназиях-лицеях с углубленным изучением немецкого языка, а также стать научными сотрудниками в научно-образовательных центрах и лабораториях, преподавателями в высших учебных заведениях и организациях дополнительного профессионального образования. Аделья Шамилова, Универ Ньюс.